дорогие друзья всем привет добро пожаловать в мое новое видео я как и обещала сегодня мы идем с вами на шопинг и первый магазин это zara у нас все еще тепло поэтому я в таком летнем все еще образе на мне туфли gucci юбка prada топ zara и моя обожаемая сумка la eva которая подходит просто ко всему я уже подобрала несколько вещей для примерки не скажу что очень многое меня зацепило но в любом случае я примерю покажу вам и знаете кое-что мне даже понравилось вот например вот эти джинсы иногда мне пишут в комментариях что зачем я показываю обычные джинсы или обычную футболку но на самом деле это те вещи которые мы носим чаще всего и не так-то легко найти хорошие джинсы или даже простую обычную базовую футболку и примеряю я эти джинсы с лоферами из светлой натуральные замши это конечно не очень практично но так как цена невысокая то мне кажется их можно рассмотреть поносить получить удовольствие и не будет а так обидно если они в первый же сезон выйдут из строя испачкается и не будут отстирываться джинсы стоят 30 евро примеряла я в 38 размере и также взяла на примерку пола в красивом синим цвете я люблю синий цвет и знаете очень мягкое приятное качество чувствуется что здесь натуральная шерсть сейчас очень модно носить пола вторым слоем под низ надевать либо футболку либо рубашку причем чтобы это было заметно у рубашки там к примеру вытащить воротничок также вытащить наружу рукава и подвернуть я хотела вам показать но не нашла подходящей рубашки вообще рукав у пола вот такой вот длины ну как обычно слегка удлиненный мне нравится когда вот так вот упала рукава слегка поддернута мне кажется так просто выглядит более современно пуговички у пола маленькие не очень заметные в недавнем выпуске искусств я там тоже показывала пола но она была совершенно другого фасона она была удлиненная и оверсайз но это уже кому как больше нравится кто какой фасон предпочитает но хочу сказать что это пола очень хорошая мне она очень понравилась и я даже задумалась о нем примеряла я его в размере с стоит она 40 евро и да это стопроцентная шерсть я не ошиблась а этот жакет не понравился еще на сайте я его даже положила себе в корзину но долго думала как всегда и их разобрали а тут я захожу в сара висят эти два жакета и смотрят прямо на меня вот как иногда бывает в онлайн магазине нет а в оффлайне еще есть и я конечно же решила обязательно его примерить потому что мне он как я уже сказала понравился еще на сайте так девочки пришла уборщица и поставила это все прям за мной вот эти вот совочки лопатки никого нет народу но она поставила за мной ну ладно не обращаем внимание ничего страшного этот жакет из линейки zara woman collection в этой коллекции вещи более похожи на дизайнерские и более хорошего качества посмотрите как эти лоферы сюда удачно вписались они сочетаются с узором на жакете кстати про узор он расшит бисером жакет очень красивый узор меня конечно это в первую очередь подкупила и как всегда моя сумка лава которая вписывается просто во все образы конечно этот жакет не очень актуален потому что он из летней коллекции но он на мой взгляд просто шикарен стоит он 149 евро примеряла я его в размере м написано что это деликатная вещь ну да действительно такая вышивка с ней нужно быть аккуратной этот жакет на подкладке подкладкой из натуральной ткани по моему посмотрим потом состав и посмотрите какая вышивка очень красивая конечно вышивка состав самого жакета 56 процентов льна и 44 хлопка а подкладка стопроцентный хлопок а в рукавах стопроцентная вискоза в общем жакет хорошего качества хорошей ткани и очень красивая вышивка еще я взяла на примерку вот такую блузку тоже смотрела ее на сайте смотрите как она классно смотрится с джинсами и я думала между двумя блузами либо взять блузу с рюшами которая такая в стиле бога либо вот эту хотя это блуза тоже можно ее отнести к стилю бога но во всяком случае она прекрасно будет сочетаться с казаками и здесь такие интересные ленточки пришиты в общем на мой взгляд блуза такая интересная во всяком случае она способна оживить любой образ она не скажу что сильно прозрачная но все-таки прозрачность имеется это надо иметь ввиду и подбирать соответствующее белье вообще сейчас блузы стали тоже очень актуальны до этого как-то больше в тренде были рубашки а сейчас вернулись блузы причем такие с рюшами но вот рюша это не совсем мой вариант мне вот эта блуза как-то больше понравилась потому что мне кажется напишется в большее количество образов и она более так сказать не то что нейтрально нейтрально ее тоже не назовешь но все-таки рюши не всегда и не везде уместны а вот этот вариант более такой носибельный я взяла ее в размере l чтобы она смотрелась современней но к сожалению это стопроцентный полиэстер стоит она 26 евро и вот смотрите я сверху накинула жакет по моему смотрится тоже очень даже здорово причем две вещи с такими явными акцентами но они как-то не перебивают друг друга а на мой взгляд очень хорошо гармонирует возможно из-за того что и у жакета и у блузы спокойная расцветка я решила рассмотреть эту блузу покупки даже несмотря на то что это полиэстер мне она очень понравилась не знаю как вы но я иногда закрываю глаза на то что вещи с полиэстер если она мне очень понравилась сейчас я хочу вам показать две базовые вещи которые мне понравились это вот такая вот водолазка с укороченными рукавами и брюки такая длина рукавов до локтя сейчас тоже актуальна водолазка молочного цвета такая же есть еще в цвете camel и брюки они тоже модель укороченная и брюки зауженные книзу и также у брюк слегка заниженная талия в общем-то модели этих брюк можно отнести к современной классике если кому-то уже надоели расширенные модели то эти брюки мне кажется можно рассмотреть они прекрасно подойдут для работы у них есть шлевки так что эти брюки можно дополнить ремнем и вообще конечно подобные базовые вещи нужно обязательно дополнять аксессуарами чтобы образ не был скучным ремень какое-нибудь украшение на шею браслет возможно какого-нибудь акцентного цвета сумка но в любом случае без базы наш гардероб существовать не может иначе он будет похож непонятно на что а вот это вот водолазка она тоже прекрасно подойдет для того чтобы носить ее нижним слоем под жакет по ощущениям она очень мягкая приятная к телу и по-моему натуральная я ее примеряла в размере с стоит она 26 евро так вот здесь видите написано что у нас шерстью давайте сейчас посмотрим состав 60 процентов шерсти 35 полиэстера и 5 кашемира в общем-то неплохо а брюки примеряла также в размере с стоит они 40 евро состав брюк 67 процентов полиэстера 29 вискозы и 4 эластана а сейчас я надела черный жакет чтобы дополнить образ с черными брюками и получился как бы костюм этот жакет сразу же идет вот с таким модным тоненьким пояском на конце у него золотистые металлические штучки жакет удлиненный у него приталенный силуэт потайная застежка разрезе по бокам и разрезе ки на рукавах вот так он смотрится у него высокий вырез так что его можно надевать на голое тело жакет это достаточно лаконичный никакой фурнитуры дополнительной в виде пуговиц лишь только образ дополняет такой же лаконичный и деликатный поясок вот так образ смотрится с брюками мне кажется прекрасно подойдет для работы здесь также требуется вот это кстати белая штучка это тоже металлическая такая же золотистая просто не стала ее распаковывать и здесь конечно образ требует чтобы его дополнили аксессуарами возможно какой-то акцентной сумкой или допустим серьги какое-то небольшое украшение на шее такой же минималистичная если допустим это образ для работы вот показываю вам что этот поясок это не кожа а стопроцентный полиуретан сам жакет стоит 70 евро примеряла я его в размере с состав полиэстер а подкладка 55 полиэстер 45 вискозы показываю вам лоферы вблизи они я уже сказала из натуральной замши красивого светло-серого цвета мне очень нравится что они также на светлой подошве и и они очень мягкие и очень удобные я думаю как любая светлая замша они конечно будут очень сильно пачкаться но у них достаточно невысокая цена стоят они 40 евро внутри тоже они кстати кожаные но я думаю что за такие деньги можно порадовать себя и при этом не сильно расстроиться если они запачкаются потому что в большинстве случаев светлая замша все-таки не отсирывается и не отмывается потом даже если ее обработать специальными средствами все-таки она достаточно деликатная и еще одна вещь которую я взяла на примерку это платье с вырезами я взяла не тот размер взяла размер с надо было м-ку из-за этого она конечно не очень хорошо села и тесновато сбоку на платье присутствует вот такой вот интересный декоративный элемент вот видите здесь драпировка уже она такой какой-то испачкана не очень аккуратно мерили она сидит тесновато из-за этого драпировка видите как вот пузырем становится а не фалдит и здесь вот собирается в общем его нужно брать все-таки на размер больше и примеряю я его с босоножками на каблуке очень красивые босоножки красивого цвета что-то в стиле сен-лоран я думала что они будут неудобные но нет оказались вполне удобно и хорошо держат ногу и взяла еще к этому образу вот такую сумочку попалась мне на пути в примерочную такая модель сумки хорошо сочетается с подобным платьем она подойдет также как и для дневных и вечерних образов в том числе золотистая фурнитура на сумке хорошо перекликается с декоративным украшением на платье босоножки конечно здорово смотрится в них присутствует даже какая-то легкая сексуальность у этого платья сзади есть разрез довольно высокий и вот видите из-за того что я взяла не свой размер драпировка формирует вот такой вот живот если бы был размер побольше то она бы красиво не спадала вниз а так она вот таким вот пузырем у меня стоит здесь мне кажется что в общем-то это платье не скажу что очень сильно открывает тело в общем-то не показывает ничего лишнего но само качество ткани в этом платье мне не очень понравилось вот так выглядит декоративный элемент на этом платье смотрите такое состаренное золото не очень яркое желтое стоит это платье 60 евро примеряла я в размере s но надо брать на размер больше и это стопроцентная вискоза и вот вблизи эти босоножки которые я примеряла с платьем у них очень красивый цвет плюс они еще и лакированы и несмотря на то что это не кожа выглядят они вполне достойно очень интересная у них форма каблука в некоторых люксовых брендах я уже встречала такую форму аккуратная минималистичная пряжечка стоит эти босоножки 36 евро высота каблука 9 сантиметров сумочка это не кожа это полиуретан стоит она 30 евро но выглядит кстати довольно таки прилично мне кажется хорошо структурировано застегивается на магнитную застежку внутри есть кармашек на молнии неудобно мне одной рукой показывать ну вот смотрите подкладка тканевая и меняется длина ручки ручка 1 в общем-то довольно таки симпатичная сумочка мне еще понравился вот этот аксессуар украшения это такое прямо роскошное колье мне кажется кто любит подобные вещи это хороший вариант прям акцентное такое 23 евро стоит способна прям сделать весь образ смотрите я сейчас к себе вот так вот его приложила смотрится она мне кажется здорово для тех кто умеет носить и комбинировать подобные вещи есть еще такие яркие серьги смотрите серьги крупные тоже создают акцент в образе стоят они 16 евро сейчас вообще в заре очень много вот таких вот акцентных украшений но есть еще довольно минималистичные украшения серебристом цвете вот такие вот сережечки полукольца стоят они 13 евро это вариант на каждый день посмотрите какая еще есть красивая цепь даже мне кажется это нужно называть колье очень красивое плетение и золото такое не яркое не блестящее а наоборот даже приглушенная стоит она 18 евро красивая очень красивая и еще появились ремни сейчас очень модно ремни в ковбойском стиле стиле кантри с такими акцентными пряжками вот тоже неплохой ремень он кстати по моему из натуральной кожи сейчас посмотрим и стоит он 26 евро до этот ремень из натуральной кожи и еще для самых смелых те кто тоже смогут комбинировать подобные аксессуар ремень с анималистичным принтом и плюс еще видите такие заклепки металлические достаточно сложная вещь но очень акцентные есть вот такие мюли спереди как лофер и сзади открытая пятка тоже не для всех кто любит подобную обувь так цена здесь почему-то фунтах это не кожа полиуретан и они знаете такие увесистые тяжеленькие стоят они 40 евро подобные виды обуви уже актуален не первый год вот видите все время появляются какие-то новые варианты и есть еще обувь напоминающие нам казаки ну во всяком случае по форме каблука это казаки я так думаю они из замши достаточно аккуратный для тех кто не любит казаки в чистом виде но хочет что-то наподобие приобрести мне кажется неплохой вариант стоит они 56 евро в общем то сейчас эта модель обуви актуальна плюс еще рыжая замша коричневая сейчас тоже в моде так что неплохо но сейчас друзья отправимся с вами в наш любимый бренд массимо дути я смотрю что у них уже появилась верхняя одежда в общем что-нибудь сейчас обязательно с вами примерим так что встречаемся с вами в примерочной сейчас на мне образ из жилетки и юбки юбка похоже из ткани с добавлением шерсти юбка на резинки с приспорками есть кармашки у юбки а жилетка она на пуговицах спереди такие накладные карманчики в зоне груди и есть воротничок прям жилеточка ну супер мне очень она понравилась и сочетании с этой юбкой мне кажется смотрится очень стильно под эту жилетку можно надевать футболку и рубашку тоже будет смотреться классно современно а юбка такой фасон юбки сейчас тоже в моде наподобие юбки баллон с объемным верхом но нужно понимать что такая юбка конечно придает объема нашим бедрам вот знаете мне вот очень редко когда нравятся подобные юбки но вот этот вариант как-то мне вот нравится как смотрится мне кажется очень даже неплохо жилетка стоит 60 евро примеряла я в размере xs даже смотрите состав 62 процента шерсти 33 вискозы и 5 эластана юбка стоит 80 евро в размере с я ее примеряла состав 53 процента полиэстер и 42 шерсти и 5 эластана сейчас я оставила жилетку но поменяла юбку юбка в складку довольно широкую складку посмотрите но она не создает объем в зоне бедер так как складки здесь застрочены сверху идет расширение только у нас середины бедра внизу эта юбка не из плотной ткани и она подойдет все-таки на осень весну и летом тоже и вполне можно носить для зимы мне кажется она тонковатая эта юбка у нее очень интересный цвет такой вот темный наверно темно-зеленый практически черный или темно-синий на какой-то вот такой вот цвет морской волны прям черный или надо можно сказать что черный уходящий в цвет морской волны я взяла эту юбку в тридцать шестом размере но можно попробовать на размер больше тогда она не так будет плотновато сидеть в бедрах стоит она от 70 евро и ее состав стопроцентный хлопок она с подкладкой сейчас я поменяла замечательную жилетку которая мне очень понравилась на вот такой вот кардиган с запахом посмотрите когда я брала эту вещь на примерку я не ожидала что она будет настолько тонкая ужасно просто тонкий трикотаж он выделяет все что можно и что нельзя я не представляю как эту вещь вообще можно носить ткань мне напоминает трикотаж для нижнего белья и очень глубокий вырез в зоне декольте мне тоже такое не нравится хотя красивая расцветка я в общем-то купилась на цвет но полностью разочарована фасоном этого кардигана мне кажется если бы ткань была поплотнее то он смотрелся бы намного лучше а так то ли это одежда для дома то ли это нижнее белье вот как-то такие у меня ассоциации стоит этот кардиган 40 евро примеряла я его в размере с 93 процента хлопка и 7 кашемира хотя он очень мягкий по ощущениям приятный взяла еще на примерку вот этот вот свитер с высоким горлом но горло здесь не плотно прилегают а довольно свободные эти свитера есть в трех расцветках вот такой красивый коричневый цвет потом есть еще бежевая расцветка и еще третий то ли черный то ли темно-синий как-то я не обратила внимание у него модный фасон удлиненный рукав и присутствует такой небольшой объем то есть он не имеет большого оверсайза и длина знаете мне нравится вот такая длина у джемперов мне кажется она очень удобные в носке и конечно же я просто обожаю высокое горло и этот свитер тоже приятный мягкий по ощущениям очень мне понравился на мне был размер с и стоит он 169 евро его состав стопроцентный кашемир еще мне очень понравился в массе модульте вот этот кардиган с леопардовым принтом мне кажется очень красивый леопардовый принт и в точно такой же расцветки есть еще джемпер кардиган имеет черненькие пуговички которые абсолютно сливаются с кардиганом и не бросается в глаза он такой волосатенький приятный мягкий вообще не колючий и кажется смотрится он невероятно роскошно прям дорого и от того что он такой вот пушистенький в общем то он может сойти как за верхнюю одежду не очень холодное время года стоит он 100 евро состав 33 полиамида 32 шерсти 30 процентов альпаки и 5 процентов эластана еще сейчас в массимо очень много замши я взяла на примерку красивую юбку коричневого цвета юбка по фасону годы и имеет просто роскошный благородный цвет замши сверху я надела классную рубашку такие же рубашки еще есть в белом оттенке эта рубашка имеет вытачки что сейчас большая редкость потому что она не оверсайз ткань у рубашки легкий стрейч и она тоже прекрасным красивым коричневым оттенки не все оттенки коричневого красивые но это прям такой оттенок горького шоколада рукав рубашки обычной длины я просто его так подвернула мне как-то так больше нравится вот посмотрите если сверху на эту рубашку накинуть кардиган мне кажется тоже смотрится достаточно красиво в этом образе кардиган выглядит прям как жакет и леопардовый принт на этом кардигане совсем не агрессивно смотрится а наоборот как-то даже благородно так что подобную вещь я думаю что можно рассмотреть приобретению юбку я примеряла в размере с ее надо брать в своем размере и стоит она 249 евро рубашка нам не было в размере 38 стоит на 50 евро и ее состав 4 процента эластана и 64 хлопка 32 полиамида но сейчас я к этой замшевой юбке добавила коричневый джемпер ну вот представьте надеть сапоги замечательный образ для зимы мне кажется просто даже роскошный и самое главное что нам необходимо зимой да это тепло вот этот модный образ точно будет еще и теплым и у этой юбки есть подкладка тут у меня стоит пакет из zara я конечно же не ушла без покупок так что в одном из видео следующих я вам покажу что купила сейчас давайте покажу вам немножко верхней одежды я пришла на следующий день и решила кое-что примерить вот посмотрите примеряю вот этот кардиган его конечно верхней одежды не назовешь но тем не менее в начале осени можно спокойно его надевать очень симпатичная вещь мне нравится его такая вот неоднородная расцветка и необычно что вроде бы это кардиган но он застегивается на молнию смотрится достаточно современная что-то наподобие такой легкой курточки или жакета единственное чего мне в нем не хватило это карманы я обожаю карманы хотя ничего в них не складываю но мне всегда нравится когда есть карманы вещи стоит уже 100 евро примеряла я его в своем размере с и меньше брать не нужно его состав 47 процентов шерсти 44 полиамида 4 процента эластана и 5 процентов яка не знаю это шерсть яка что ли еще взяла примерить кожаный пиджак но модель объемная и поэтому он не оказался велик я взяла в размере но его надо брать своем размере то есть мне в данном случае нужно было бы с к кожа достаточно плотная пиджак имеет подкладку я думаю что он будет теплый и хорошо будет носиться потому что чувствуется что кожа такая прямо прочная кожаные пиджаки все еще не сходят с модной арены у меня кстати есть кожаный пиджак покупала его очень давно и знаете прям не хочу от него избавляться он меня очень часто выручает сзади у него кстати нет шлицы а сейчас я хочу вам показать что вот этот кардиган смотрите он прекрасно может носиться под верхнюю одежду в нем в этом плане очень комфортно стоит кожаная куртка 299 евро примеряла в размере м но надо было с и еще взяла на примерку вот это пальто мне на очень понравилось на мой взгляд пальто просто роскошная ткань немножко такая волосатенькая пальто на подкладке чувствуется что она будет теплая потому что ткань плотная у меня есть похожее пальто от цен лоран покупала я его наверное года три назад но вот если бы у меня его не было я бы это точно купила это та расцветка леопарда которая никогда не выйдет из моды вот такой расцветки леопард это классика можно смело покупать такие вещи и они будут актуальны всегда если вы обратили внимание то могли заметить что такая длина верхней одежды вновь вошла в моду кстати она прекрасно смотрится с брюками и также хорошо смотрится с высокими сапогами ну и конечно такая длина более практична чем макси стоит это пальто 299 евро и его состав 50 процентов вискозы и полиэстер а подкладка 50 процентов ацетата и 50 процентов модала ну судя по такому составу я вообще-то думаю что она будет не очень теплое это пальто и еще вот решила примерить вот такое пальто вот она девочки точно будет теплое пальто шикарное такого мужского кроя двубортная красивого бежевого цвета пальто на подкладке сзади у него есть шлица смотрите я его взяла в размере с обычно верхнюю одежду я беру м-ку но вот это пальто мне подошло эско плюс туда еще можно подадить какой-нибудь свитер но если вы конечно под низ носите более объемные свитера более толстые то лучше все-таки брать на размер больше вот так она смотрится в застегнутом виде можно сверху накинуть какой-нибудь шарф очень стильная красивая пальто ткань плотная прям знаете такая вот толстая ткань чувствуется что здесь много шерсти и такая модель пальто это конечно покупка в долгую навряд ли она когда-нибудь выйдет из моды стоит 249 евро примеряла в размере с я уже сказала и состав основная ткань 79 процентов шерсти 21 полиамида подкладка 44 модала 41 полиамида 8 лискозы и 8 ацетатов еще решила примерить вот такую куртку эта модель не очень длинная и у нее есть шарф у куртки нет обычной застежки она просто сверху застегивается как бы запахивается и сверху застегивается на две пуговицы возле горловины и знаете идея вроде бы хорошая но опять же шарф очень оказался короткий и если его перекидывать через плечо через шею то он постоянно спадывает в общем как-то вот неудобно хотя смотрится красиво мне понравилось курточка имеет накладные карманы и мне не совсем понравилось то что нет застежки а просто вроде бы как запах ну вот так вот я ее завязала но не знаю какая то здесь недоработка хотя куртка знаете очень легкая прям невесомая вот видите показываю вам как выглядит эта застежка с одной стороны и с другой стороны вот так застегивается вот но как-то не совсем понятно и не совсем удобно на мой взгляд шарф можно отстегнуть но тогда куртка мне кажется совсем потеряет свой шарм стоит она 100 евро примеряла я ее в размере м и это стопроцентный полиамид на этом друзья шопинг подошел к концу и мое видео тоже я думаю что мне надо пойти перекусить ну а я буду с вами прощаться желаю вам приятного шопинга и до скорых встреч в новом видео всем пока субтитры сделал DimaTorzok